Сегодня мы хотели бы коснуться таких вещей, как взаимоотношения священника и прихожанина, настоятеля и прихода. То есть простые вроде бы вещи, но есть некие сложности, нюансы, об этом мы поговорим. У нас сегодня в гостях наш православный эксперт, отец Андрей Петров. Отец Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, отец Андрей. Ну и сразу, конечно, к теме перейдем. Все в жизни нашей понятно. Сегодня храмы стоят, люди мимо проезжают, люди мимо проходят, в храмы заходят, в оцерковление где-то есть в большей степени, где-то в меньшей степени. И от личности священника, конечно, зависит много, что происходит на приходе. Ну вот к каким-то священникам больше идет, к каким-то священникам меньше людей идет. Но все равно священник становится сегодня в эпицентре какого-то внимания. В какой-то степени, простите за выражение, священник становится поп-звезда. Он поп, но и при этом в какой-то степени... Еще звезда. Да, его знает, то увидит. То есть даже как говорят, ну, священник приходит в светской одежде куда-то, там не важно, в магазин какой-то, в аптеку. Ну вот, не говоря уж про общественные места, его узнают. Ну, как говорит, на лице написано. Священник. Неважно в каком виде. И, конечно, повышенная в какой-то степени внимания. И вот вообще, насколько, скажем, священнику от этого хорошо или плохо, что его там знают и знают? Вот на ваш взгляд, известность, скажем, священника или, скажем, ну, может быть, грубое слово, такая популярность, она мешает, не мешает в жизни? Может, это здорово наоборот? Ну, на самом деле, это преувеличена популярность, знают, узнают. Все-таки в своем большинстве прихожане, они привыкли видеть священнослужителей в рясе, в подряснике, а в силу определенных наших погодных явлений священнослужители всегда имеют возможность в повседневной своей жизни находиться в городе, вот в том облачении, в котором он служит. А, Те, Саналя, тогда вот вопрос, вот на ваш взгляд, просто порассуждаем. Вообще, необходимость есть священнику, скажем, не в священнических, конечно, облачениях, а вот просто в лясе, подряснике находиться постоянно в повседневной жизни, везде и всюду. Насколько вот это вот действительно сегодня необходимо? В Европе у них же вот священнослужитель имеет рубашку, брюки, обозначения. Ну, у них есть только обозначения в рубашке, да. Да, да. У нас подобная, так скажем, форма одежды, она отсутствует. Есть ли в этом необходимость? Сложный вопрос. С одной стороны, внешний вид священнослужителя, он подчеркивает само присутствие его в жизни общества. И люди, они, в общем-то, видят, да, священнослужитель. Можно подойти, поинтересоваться, может быть, спросить, задать вопрос какой-то на улице. С другой стороны, это может вызвать определенные какие-то негативные отношения со стороны общества. Потому что ведь зря так, о чем вы сейчас сказали, популярность. Популярность, она бывает разная. Ну, я же говорил, здесь надо во всех смотать совершенно контекст. Положительная, так и отрицательная. Все по-разному относятся к священнослужителям, к священникам. И порой, наоборот, не то что уважение, а тебя принижают, полагая, что священнослужитель – это вот… Ну, не чешительная, а некая форма отношения к священнику. Человек, который везет паразитический образ жизни. Да. За счет других. Да, да, кому живется весело во льготы на Руси. Да, вспомним Некрасова. Да. Ну, единственное, что поп, правда, в его, так сказать, стихотворении выясняется, что совершенно живет невесело и непрекрасно и грустно. И даже тут, коснувшись, ну, если не Некрасова, да, так сказать, сталкиваемся с тем, что священник – один из самых несчастных людей на Руси. Вот. А сегодня поменялась ли ситуация тогда? Наверное, поменялась. Поменялась она в целом в обществе. Сама фигура священника стала заметной. Потому как священнослужители, они стали участвовать в жизни государства, в жизни общества. Совершенно разных направлений. В социальных работа и с детскими домами, и с школами, и с медицинскими учреждениями, взаимодействие с образовательными учреждениями, с пенсионерами. Ведется работа как на приходах, так и за пределами приходов. И, безусловно, даже это является для некоторых, как красная тряпка для быка, вызывает такой негативный эффект. Хотя почему? Радуйтесь. Священнослужитель, он априори несет, не только говоря о христианской истине, несет нравственность сам в себе, в своих действиях и в своих словах. Поскольку он проповедует непреложные истины, которые изложены в Евангелии. А это общепринятые ценности и нормы. Как вот принято говорить, не убей, не укради. И, к сожалению, того, чего может быть в современном обществе в каких-то областях и не хватает. Вот здесь священнослужитель является таким маяком совести, маяком, определяющим дальнейшее становление и развитие не только личности, а государства в целом. Потому что священнослужитель – это не единица какая-то, а отдельная личность. Это целая церковь, так как и все ее члены – это целое общество. Отец Андрей, ну вот мы давайте обратимся немножко к нашим самарянам, нашим гражданам и спросим вообще, насколько надо близко с священником общаться. Надо ли? И вернемся в студию. Не могу ответить, потому что я не общаюсь. Не считаю это нужным, потому что, по идее, Бог в душе, в голове, в сердце, но никак это не священник, это разные вещи. Я считаю, что чем больше со священником общаются люди, тем как бы им лучше. То есть, во-первых, просто общение, а во-вторых, душу раскрыть – это очень хорошо, как стресс снять. Ну, это смотря с какой целью. Я считаю то, что очень интересно пообщаться с духовным человеком, который отдает себя полностью религии. Это полезно для опыта и просто вот интересно узнать такую личность. Я думаю, что это не очень важно. В общем-то, если человек верующий, если он верит, он сам общается и с Богом, все это держит в душе. И, ну, если есть желание, пожалуйста, можете с священником общаться. Ну, нужно, если есть душа, я считаю, почаще ходить к священнику, потому что это все-таки наша вера. Мы живем сейчас в таком мире сложном, мне кажется, если отойти совсем еще от веры, то вообще мало что останется. Я считаю, что священнику – это нужная нам возможность как-то себя за что-то там простить очередной раз. Я считаю, что церковь и общение с священником – это нужная вещь. Коли мы касаемся того, что священник сегодня в разных присутствуют инстанциях, частях, приглашают. Действительно, активная социальная жизнь порой священника сегодня. И, ну, просто позиция церкви, мы, все, кто находимся в русской православной церкви, мы являемся гражданами России. У нас есть своя гражданская позиция, причем социальная концепция, там очень интересные вещи есть, так сказать, послушание, не послушание, скажем, каким-нибудь гражданским законом даже, так сказать, у нас есть своя позиция. Поэтому, то есть, не надо считать, что церковь, она в этом плане аморфная, не имеет никаких мыслей. Возникает вопрос, вообще, вот, ну, насколько это нужно, не нужно священнику быть везде во всем, или вот некто, да ваше в дело молиться, а что вы туда ходите, что вы сюда ходите? Вот само по себе, вот, положение, вот, какой священник, вот, на ваш взгляд, он должен сегодня занимать? Вот, действительно, больше он в храме находится? Или вот он должен больше находиться в обществе? Для него это естественно вполне, потому что он гражданин, поэтому везде ходит, там, в тюрьмы, в храмы, в школы, там, не знаю, в театры, еще где-то, вот, везде, 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 везде. Не может ли потеряться за это вообще главное дело священника? Отче Святый, вы знаете, да, вы знаете, Отче, ведь Христос, Он шел в народ, Он не сидел где-то в какой-то избе, в какой-то горнице, а Он шел к народу, Он проповедовал. Также, по его примеру, и делали то же самое апостолы, то же самое делают на сегодняшний день, как преемники апостолы, священнослужители. Под лежачий камень вода не течет. Для того, чтобы идти, безусловно, необходимо иметь знания, уровень подготовки определенный, он у современного священнослужителя есть. В большинстве своем священнослужители заканчивают, имеют не одно высшее образование, порой два, три, в совершенно разных направлениях, как гуманитарных, так и точных науках. Очень много в Самаре священнослужителей с учеными степенями. Один из священнослужителей у нас возглавляет храм, великомученица Татьяны, настоятель, историк по образованию. Протеерей Алексей Богородцев. Удивительный человек. Создали храм при Самарском государственном университете. И на фоне, с одной стороны, введения образовательного курса в высшей школе, занимается в том числе и как миссионер, ведет миссионерскую деятельность, ведет катехизаторскую деятельность, просвещает на приходе. Да и не только на приходе. Занимается активно с молодежью. Есть, насколько я знаю, при приходе, значит, клуб молодежный, Татьянец называется он. И очень много ребят, да не только ребят, даже люди более старшего возраста, они заинтересованы, приходят на занятия, общаются, как-то выезжают на какие-то слеты. Они встречаются и проводят активно время. При этом, при всем, учитывая вот именно основу христианской жизни. То есть, во главу угла они кладут православные ценности. Ну, отец Андрей, касательно того, что у нас многие священники, конечно, стараются вести свой, ну, такой, достаточно активный образ жизни. Не только там, допустим, какой-то определенный храм. Все стараются. Да, конечно. И, конечно, дай бог всем и силы, и мужества, так вот, ну, чтобы происходило. Ну, а если касательно, уже берем приходов, да, взаимоотношения. Я в свое время, так сказать, по благословению владыки, будучи благочинным центрального круга Самары, это наш только Октябрьский район, в частности, у нас 11 приходов. Вот. Ну, не везде еще пока идет литургическая жизнь. Есть храмы, которые строятся, есть храмы, которые домовые. Вот. Ну, а те, где служба происходит, я, соответственно, проводил некий такой вопрос среди прихожан. Приезжал и спрашивал, ну, провокационный вопрос, да, так сказать, легитимность взаимоотношения священника, даже, может быть, неправильно, не так. Священник, вот, насколько он вас устраивает? Вот, насколько он здесь вот уместен? И это провокационный, конечно, вопрос, прихожане как-то удивлялись, а как по-другому может быть? Я говорю, ну, вам нравится священник? Да. А тогда вопрос второй. Насколько вы, вот он вам-то нравится, насколько вы ему нравитесь? Насколько вы готовы помогать священнику? Мы о священниках порой знаем все. Вот как раз в начале передачи мы начали говорить о участии. Хорошо, священник пришел в подрясники, например, в департамент строительства. Все понятно, священник. А священник пришел на рынок, к примеру, в том, что там подрясники. Ага, что там батюшка-то будет покупать? Какие продукты? Насколько? А что у него там в кошельке? Знаете, ты можешь постоянно заглянуть? Да, к сожалению, ограничивается восприятие священнослужителей исключительно в каких-то меркантильных моментах. Священнослужитель действительно, с одной стороны, является отцом для прихода. Кто ты? Ты пастырь, ты отец. И вроде бы как прихожане, они испытывают особый пиетет, особую любовь к своему пастырю. А как вы меня любите? А любите как кого? Может задать вопрос. А в чем выражается ваша любовь и уважение? Мы говорим о любовь ко Христу. И человек стремится исправить свою жизнь и идти по стопам заповедей христовых. Но ведь священнослужитель – это также последователь, и он является отцом прихода. Есть в каждой семье отец, мать, дети. И когда мы испытываем как кому-либо из членов своей семьи особое уважение, чувство любви, мы его как-либо выражаем. Мы выражаем его в уважении, в почитании, в заботе. И забота эта выражается тоже в конкретных каких-либо действиях. К сожалению, священнослужители сталкиваются с тем, что любовь, она ограничивается словами. Целованием десницы, не более того. Ну или любовь может, скажем, ограничиться любопытством некоторым. То есть я знаю, что у него происходит. Разным и нездоровым порой. В том-то и дело. А вот именно участием, относительно опять же того вопроса на приходу. Да, священнослужитель нуждается ведь в помощи. Священника там есть, вот допустим, у вашего настоятельа есть дети. Да, а сколько детей? Не знаю. Какого возраста дети? А как священник живет? А если у него, например, в лекарствах бывает такое? Очень много священнослужителей на сегодняшний день в силу того графика служения, которое существует, имеют определенные телесные немощи. Когда приходит, я вот болею, вот выслушайте меня, священник говорит, я уже не могу стоять, падаю. Нет. Вот вы подождите. То есть забота о себе, она ставится в приоритет. А забота о том, кому ты обращаешься, простите меня, может быть, это не совсем будет сравнение правильное. Священник стал ассенизатором общества. Одноразовый шприц. Всегда можно подъючку там, или человек уколол, и дальше пошел. И вот это вот отношение, оно, безусловно, не то чтобы расстраивает. Понятно, что священнослужитель, он и смиряется, но важно учитывать нашим согражданам, нашим жителям города Самары, Самарской области, нашим землякам о том, что приход священник, ведь он не радеет для себя, он радеет для народа, он радеет для прихода. И то, о чем он просит, обращаясь к пастве, могите, либо работой какой-то... Ну, он часто даже не обращается. Он часто сталкивается, что священник часто даже не обращается касательно своих личных проблем. Вот потому что, ну, священники, по большей части, они, скажем, обладают чувством некого такого такта, и не пытаются кого-то загрузить своими проблемами. Ой, Чушо, раз заговорили о чувстве такта и о личных каких-то вопросах, я вот буквально несколько минут назад говорил о священнике, настоящей храма, великому честность Татьяны. Удивительный человек, интеллигентнейший человек, разносторонне развитый, интеллектуал, действительно, с большой буквы. И немногие знают о том, что на сегодняшний день отец Алексей тяжело болен. Я не буду озвучивать вот с экрана телевизора, что же за недуг, но мне бы очень хотелось, и, насколько я знаю, вы принимаете самое деятельное участие, и мы все планируем принять самое деятельное участие в жизни клирика нашей епархии, чтобы как-то поддержать. Мне бы хотелось очень, чтобы и прихожане не только его приходы, но и прихожане всех храмов нашей епархии не только возносили молитвы, но и принимали самое активное деятельное участие в жизни любого клирика, потому как церковь, она же не имеет выборочного отношения. Мы все едины, и едины мы во Христе, а значит, мы единое тело. Так как вот у руки пять пальцев, и если заболит один из членов нашего тела, значит, будет болеть весь организм. Так в данном случае заболел наш священнослужитель, наш настоятель, наш отец. Для многих это духовник, и очень важно понимать, что его жизнь, а это жизнь еще и его семьи, и, насколько я знаю, четверо детей, супруга, и также нуждаются в поддержке помощи, не просто в поддержке моральной. Соболезнований каких-то, да, что вы заболели батюшку, там так жаль вас, а это действительно какое-то личное участие. Подойти и спросить батюшку, вам чем-то помочь, чем конкретно? Время нашей передачи, оно подходит к концу. Коли мы коснулись личности отца Алексея, вот, нашего замечательного собрата во Христе, клирика, настоятеля храма Святой Мученицы Татьяны, то, конечно же, кто-то вот нас смотрит в разных концах города, и в других даже городах, вот, конечно, хотелось бы, отец Андрей, чтобы вы дали какие-то общие советы, чем мы могли бы еще помочь отцу Алексея в сегодняшней ситуации. Безусловно, то, что требуется от православного человека, в первую очередь, это молитва, сугубая молитва, тем более сейчас период поста, с Пятидесятницы можно делать земные поклоны, дома сделать, да не по одному земному поклону, за здравие нашего собрата, протерея Алексея, но также и личное участие. В чем оно может выражаться? Я не знаю, насколько он сейчас участвует на приходе, присутствует ли он на богослужениях в силу своего нездоровья, но обязательно постараться выйти, найти контакты, может быть, поскольку для всех известно, что несмотря на то, что медицина у нас в соответствии с законодательством является бесплатной, увы и ах, лекарства имеют свою цену, они порой дорогостоящие, а в зависимости от того, чем болен человек, они имеют, увы, очень серьезные какие-то расценки, поэтому, безусловно, тут требуется помощь, в том числе и финансовая. Поэтому я, обращаясь к нашим землякам, хотел бы попросить поучаствовать в жизни нашего собрата и стараться помочь, в том числе и финансовая, обратиться на приход, либо обратиться на, к благочинному, к Партерею Иоанну, в храм святителя Спиридона и оказать посильную помощь для поддержания в состоянии здоровья, дабы укрепить нашего собрата и как-то помочь. Отец Андрей, спасибо за участие в нашей сегодняшней передаче. Дорогие самарцы, я также хотел бы обратиться к вам с этим же обращением, что Отец Андрей, я озвучу в своих молитвах вспоминайте болящего Партерея Алексея. Священник порой забывает себя, часто не говорит о своих каких-то человеческих обстоятельствах, немощах, он является таким же человеком, как мы с вами, две руки, две ноги, одна голова. Мы порой действительно к священнику относимся так, как нам нужно. Он у нас от дворника до какого-то супергероя все может сделать, но при этом мы забываем о том, что он человек. Поэтому отца Алексея поразил болезнь внезапно, для нас всех неожиданно, и мы просим вашей помощи. Потому что большинство из вас вы его знаете, православные, кто-то видел здесь, на передаче, он не раз выступал, кто-то в жизни с ним сталкивался. Вот это жизнерадостное, замечательное, молодое священник, он сегодня нуждается в нашей духовной поддержке, в молитвенной помощи, и если есть возможность, оказать финансовую помощь, потому что на самом деле те лекарства, которые необходимы будут для его лечения, они очень дорогостоящие. Дай Бог, чтобы у нас обходили стороной болезни, болело только, чтобы у нас совесть, сердце наше, чтобы мы были внимательны друг к другу, не забывали о том, что каждый ближний, и священник, это тоже ближний, которому должна оказывать свою любовь и внимание. Всех вас храни Господь, и до встречи, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok